Привет, друзья! Евгения Добровольская – народная актриса России, за ее плечами более 30 лет карьеры на телевидении. Актриса снимается в сериалах, участвует в продолжительных проектах. В 1998 году Евгении присвоили титул заслуженной артистки России, а в 2005 году – народной артистки. Родилась Евгения Владимировна Добровольская в декабре 1964 года и является коренной москвичкой. Евгения была поздним ребенком у родителей, считавшим самым главным в своей жизни построение карьеры. Успешные родители днями и ночами проводили время на работе, воспитанию девочки уделяли лишь оставшееся время. Редкая ласка и практически полное отсутствие похвалы от родителей еще с детства закалили характер девочки. Она научилась быть сильной и не ждала от жизни особых щедрот. Еще в детстве Женя поняла, что надеяться в жизни нужно только на себя. Сложное детство Женя воспитала в ней тягу к самостоятельности. Она сама записалась в творческие секции, занималась танцами и спортом. Отмечены хорошие успехи в балете, и ее учительницей стала талантливая балерина Постникова. Она сумела передать Евгении свое мастерство. В шестилетнем возрасте Женя дебютировала в «Бременских музыкантах». Позднее Добровольская начала посещать занятия в театре-студии, находившемся на Красной Пресне, где руководил хороший педагог Вячеслав Списивцев. Именно он сформировал то особое мировоззрение у девушки, которое помогло ей добиться успеха на непростом актерском поприще. В выпускном классе школы Евгения даже и не задавалась вопросом, куда именно пойти учиться. Девушка подала документы на поступление сразу в несколько разных учебных заведений столицы театрально-актерского профиля. В ГИТИСе Евгению ждал провал. На пробах в первом туре она услышала легендарное «не верю». Все бы ничего, но в роли экспертов, оценивающих знания, были неизвестные в мире актерского искусства женщины. Услышав в свой адрес шквал, не подкрепленный фактами критики, Евгения не стала молчать. Ее выработанная с детства привычка спорить с взрослыми и отстаивать свое мнение не понравились экзаменационной комиссии. Поэтому о пересмотре результатов экзаменов в этом году не могло быть и речи. Родители Евгении имели довольно высокое положение в Москве, но Добровольская даже и не подумала просить их поспособствовать вступлению в ВУЗ. Женя устроилась работать уборщицей, в театр имени Масовета, в свободное от работы время, продолжала упорно готовиться к грядущему поступлению в театральный ВУЗ. Эта женщина всегда находилась в центре внимания. Она постоянно выбирала в спутнике жизни самых успешных и красивых мужчин. Но в жизни этой актрисы есть эпизод, который Евгения старается не афишировать. Это касается ее первого брака и старшего сына. Практически сразу после роддома актриса отдала сына супругу и уехала строить карьеру. Первый брак актрисы был не по любви. На тот момент Евгения была студенткой и испытывала проблемы с жильем. Отношения с Вячеславом Барановым казались отличным выходом из ситуации. Вскоре Женя переехала жить к молодому человеку и сама предложила оформить отношения. На момент заключения брака Вячеславу исполнилось 25, а Евгении было 18. После этого у Добровольской возникли проблемы с обучением. Она была на грани вылета из ВУЗа, несмотря на все свои старания. Проблема была не в низкой успешности, а в том, что девушка одновременно училась и снималась в кино. Перед самой защитой диплома девушка узнала о нежеланной беременности. Добровольской пришлось выбирать между карьерой и ребенком. Она прекрасно осознавала, что не готова посвятить все свое время уходу за малышом. По этой причине практически сразу после рождения Степана Евгения ушла из семьи. Для того, чтобы построить карьеру, Добровольской понадобился не один год. За это время она практически ни разу не вспомнила о своем сыне. Степаном занимался только папа. Но после того, как дела на работе и в личной жизни наладились, Евгения вспомнила о сыне и забрала его к себе. Первый муж погиб от онкологического заболевания, 7 лет назад. На тот момент актриса была замужем за Михаилом Ефремовым. Она запретила ребенку видеться с биологическим отцом и даже настояла на том, чтобы изменить фамилию старшего сына. В данный момент 33-летний Степан проживает в Англии. Он не захотел связывать свою жизнь с театром и занимается финансами. Не так давно Степан женился. Его жена – профессиональная модель. Он счастлив в браке и планирует детей. Возвращаться в страну, где прошло его детство, молодой человек не планирует. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.